Всем привет, дорогие мои зрительницы! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня мы с вами будем вместе организовывать хранение игрушек в шкафу, будем все разбирать, убирать, отсортировывать и складывать. Недавно в своем телеграм-канале я поделилась уже с вами фотографиями полок, как было до, и, признаться честно, сама не знаю, как мы докатились до такого беспорядка. Все дело в том, что это часть зоны ответственности Адель, и я очень редко открываю этот шкаф, поэтому я даже не видела, до какой степени у нас произошло захламление игрушками. Поэтому первое, что мы сделали, кстати говоря, по желанию Адель, это пошли и купили пластиковые прозрачные боксы для хранения разных размеров. До сегодняшнего дня все игрушки хранились в разных упаковочных коробках, и это было совсем неудобно, так как Адель элементарно не видела, в какой коробке что именно хранится. И, может быть, именно поэтому из-за того, что было непонятно, где что лежит, было неудобно что-либо достать. Адель редко, прямо скажем, играла во что-то. Артикулами боксов я с вами не поделюсь, покупала в местном магазине, думаю, каждая сможет в своем городе найти что-то подобное или заказать, может быть, даже что-то более удобное после просмотра моего видео. В общем, первое, с чего мы начали, это разгрузили полки и начали освобождать старые коробки. Стали все перекладывать. Кстати, делали это по несколько раз, так как не сразу понятно, сколько куда чего поместится. Стали выбрасывать ненужные боксы, испорченные, поломанные игрушки. И вы знаете, мусора оказалось так много, что за кадром приходилось выходить по несколько раз. Не могу не порадоваться за тот факт, что организация хранения у нас случилась благодаря Адель и ее просьбе, и я счастлива, что она принимала непосредственное участие в самом процессе. Она помогала, складывала, отсортировывала и, конечно же, следила за мной, чтобы в мусорное ведро не полетело ничего лишнего. Мы даже успели параллельно снять влог процесс организации для ее личных каналов, поэтому, если вам интересно посмотреть процесс взглядом Адель с ее комментариями, ссылки на ее соцсети оставлю в описании под этим видео. Если у вас есть дети, думаю, им будет интересно подписаться, чтобы замотивироваться либо на порядок, либо на активное ведение блога. Коробки у нас получилось отсортировать по категориям. Коробка с пластилином и аксессуарами для лепки, бокс с предметами кухонной утвари для того, чтобы играть в повара, коробка с антистрессами, коробка с куклами Барби и отдельно бокс с кукольной одеждой. Мы также отсортировали фирменные коробки с куклами Лол, а их у нас тоже огромное количество. Одно время Адель просила покупать ей на каждый праздник, их снимала распаковки для своего ютуб-канала. В общем, отсортировали все игрушки по коробкам и по категориям. В процессе я заметила, что Адель тяжело расстается с игрушками, ей прям все надо. Я тут вспомнила себя и свою коллекцию фигурок киндер-сюрпризов, которые тоже передавались чуть ли не по наследству. Поэтому прям разгрузить полки у нас не совсем получилось. Игрушек очень много, и даже несмотря на возраст и факт того, что сейчас все игры заменяют телефон, игрушек меньше не становится. Подписчики моего телеграм-канала первыми видели результат нашей работы. Я делилась уже фотографиями наших полок. Рада, что мы взялись за это дело и привели в порядок полки шкафа с игрушками. Так, начнем с самой большой. Я пойду всех один. Краду. Посмотрим. Подписчик новое quote. Подписчик новая. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok